Некий человек пришел к посланнику Аллаха и спросил, когда наступит судный день. Люди сейчас такие, все спрашивают, когда наступит день суда. И находятся разные умники, пророчат разное, вплоть до даты конца света, упаси Аллах. Как оказалось, этот вопрос волновал людей с древних времен и с подобным вопросом обращались к пророку . Один человек пришел и спросил посланника , о посланник Аллаха, когда наступит судный день? Теперь смотрите, как ответил пророк . Он сказал, а что-то приготовил для него? Смотрите, каков вопрос и каков ответ. Что-то приготовил для судного дня, что спокойно лежишь и ожидаешь его? Вчера для одной газеты я отвечал на некоторые вопросы. Там задали вопрос, мужчин в раю ожидают девушки-гурии, а что ждет женщин в раю? Я ответил подробно, что да как, но все хотелось ответить по-другому. А есть гарантия, что ты попадешь туда? Разве ты из тех, кто попадает туда? Откуда в тебе такая уверенность, что ты окажешься в числе обитателей рая? Что ты сделала для этого? Это сравнимо с тем, кто спрашивает о Москве, спрашивает о метро, где находится Останкино или Арбат, не имея даже намерения туда поехать. Спрашивай, если собираешься туда. А если и в мыслях нет такого, то зачем спрашивать? И точно так же люди спрашивают о раю, что там будет, какие там реки, какие там девушки будут, какие парни их встретят и т.д. Некий человек спросил у одного муллы, что его ждет в раю? Он рассказал, что если он попадет туда, его ожидают горе и неописуемой красоты. Тот, не поверив ему, уточняет у него, ты правду говоришь? На что мулла спрашивает его, а почему ты так спросил? Тот отвечает, если вдруг поверят твоим словам, я не стану совершать ничего дурного, он, оказывается, был прелюбодеем, и попаду в рай, а там не окажется красивых девушек. Я же лишусь наслаждения и там и тут. Ты же не врешь? Ты же правду говоришь? Клянусь Аллахом, это правда. Так он долго убеждал этого человека. Так вот, задавший вопрос пророку, человек был спрошен, а что ты приготовил для Судного дня? Он тоже был непростым человеком, он сказал ему в ответ, я приготовил любовь к Аллаху, святому велики его посланнику. Он сказал, то все, что я приготовил для Судного дня, это моя безграничная любовь к Аллаху и моя беспредельная любовь к тебе. На что посланник Аллаха сказал, ты будешь с тем, кого ты любишь. Вот теперь, дорогие братья, мы смотрим друг друга в лицо, Всевышний смотрит на сердца. Покопайся у себя в сердце, задай себе вопрос, кого ты любишь? С кем ты будешь в Судный день? С головой неверия? С головой шайтаны? Или с аферистами, или с ворами, что обкрадывают государство? Или лгунами? Или верующими? С кем ты окажешься? Кого ты любишь больше всех? С тем и будешь в вечном мире. Это значит, что каждый должен регулярно проверять свое сердце. Кто стоит на первом месте у тебя в сердце? Тот, кто будет возглавлять обитателей ада, или же тот, кто будет во главе обитателей рая? Или это наш пророк Мухаммад, алейхиссаляту ассалям? Так вот, уважаемые братья, мы должны стремиться именно к этому, не забывая об этом. Любовь к посланнику Аллаха, алейхиссаляту ассалям, любовь, имеющая следствие, результат. Если человек плюнет, выйдет слюна. Женщина, отправившись в роддом, придет с ребенком в руках. Если наступит беременность, появится живот. Точно также и любовь к посланнику Аллаха, алейхиссаляту ассалям, тоже должна иметь плоды. Весной, если посадишь помидоры, все лето ты имеешь урожай. Каждое действие имеет следствие и результат. Ты все время говоришь, что любишь пророка, плачешь, когда говоришь о нем, рассказываешь о том, что его надо любить, но где хоть одно доказательство твоей любви к нему? Давным-давно одного человека спросили, какая она любовь. На что он ответил, любовь не в щуку целовать, любовь все равно, что океан переплыть. Переплыть океан не так-то легко, можно и утонуть. Сейчас и в Орыке можно утонуть, разве не так? Невозможно переплыть океан. Представьте только несколько тысяч километров плыть. Что он этим хотел сказать? Он хотел сказать, любовь – это все те усилия, сила, упорство, которые необходимы для того, чтобы переплыть океан. Так вот, любовь – это не поцелуй в щечку. Каждый может поцеловать в щечку, но не каждый сможет переплыть через океан. Точно так же и любовь к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, нельзя выражать только в словах. Плоды и результат любви к пророку, алейхиссаляту вассалям, это следование его при чистой сунне. Последовать за ним во всем, в том, как он кушал, как он пил, как он здоровался, как он относился к женщинам, как он относился к мужчинам, как правильно одевался, как смотрел и ухаживал за собой, как он умывался, как он совершал омовение и так далее. В исламской науке есть понятие как «Ильмуль-Халл». Дословно оно означает «учение нынешнего времени». Каждый человек должен изучать его, каждый должен знать, что стало для него обязательным в этот момент, что станет обязательным для него через минуту, должен ли он сейчас сидеть, как он должен сидеть, должен ли учиться чему-то, как он должен брать знания, должен ли он внимательно слушать лекторы или должен смотреть в окно или на меня. Во время того, когда я говорю, все должны внимательно слушать меня, а не смотреть по сторонам. Не выходить из зала, пока идет урок, сидеть спокойно и не мешать остальным. Почему? Потому что в Священном Куране в Суре Худжурат говорится «Не повышайте свои голоса выше голоса Пророка». В чем смысл данного аята? Смысл в том, что там, где упоминаются слова Пророка или говорится о нем, нельзя повышать голос выше той речи, а также это предостережение от опровержения решений Посланника . Так вот, даже то, как ты заходишь домой, тоже является сунной Пророка. Перед тем, как зайти домой, дай знак о том, что ты идешь. Например, вот так. Имам Ахмад сразу не заходил домой, подходя к двери, он топал ногами, ходил немного около двери, осматривался вокруг и только затем заходил домой. Зачем это делается? Затем, чтобы, если твоя жена, допустим, ковырялась в носу, успела прекратить делать так и смогла привести себя в порядок. А мы как делаем? Заходим внезапно, будто нападаем на врага, а вдруг она стирает свое белье. Из поездок тоже возвращаются с украдкой, без предупреждения, либо рано утром, когда все спят, подозревая в чем-то. Нет. Перед приездом нужно известить о том, что ты едешь. Зайди в мечеть совершить два ракета намаза. А пока ты будешь совершать намаз, она успеет подготовиться. У нас супруги выискивают недостатки друг друга. Жена по приходу мужа проверяет его телефон, его звонки, переписки, проверяет карманы, нюхает одежду, пока муж спит. А муж возвращается из поездки с украдкой под утро, подозревая жену в чем-то греховном. Тебе бы не понравилось то, что ты ожидал увидеть? Нет никого, кто просил бы Аллаха защитить от такого. Нужно доверять людям, верить им. Это тоже сунна. Пророк, алейиссаляту ассалям, когда возвращался с похода, в первую очередь заходил в мечеть. Дети радовались, увидев своих отцов, бежали им навстречу, извещая всех остальных об их прибытии. Представьте, только совершаешь два ракета намаза в мечети, делаешь дуа, направляешься домой, а там двор чистый, все прибрано, жена ухоженная, глаз радуется. А когда заходишь домой, заходишь с приветствием ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, а не словами и упреками «почему то не сделано», «почему то не сделано», «почему то не так» и так далее. Заходишь правой ногой, приветствуешь всех членов семьи. Все это и есть жизнь, все это и есть причистое сунны, все это и есть порядок. Все это к тому, что любить пророка алейиссаляту ассалям, значит жить той жизнью, которую принес нам пророк. Саллиллаху алейиссалям.